Более 50 миллионов рублей должны своим сотрудникам работодатели области. В трудовой инспекции говорят, это лишь вершины айсберга. В малом и среднем бизнесе многие трудятся неофициально. Специалисты трудовой инспекции советуют, если работодатель задерживает ваши кровные, как можно скорее обращайтесь в суд. Лучше в течение трех месяцев. После этого придется подключать уже трудовую инспекцию и вернуть заработанное будет куда сложнее. Но в то же время наше предписание не имеет сил такого, как решение суда. То есть, если вы знаете решение суда, судебные приставы, обязанность судебных приставов отслеживать исполнение решения суда, у нас, конечно, такого нет. У нас предусмотрены штрафные санкции за неисполнение предписания. Трудовая инспекция будет рассматривать обращение, только если с работодателем был заключен трудовой договор. Особенно это касается вредных производств. Если произойдет несчастный случай, при наличии договора и страховки работник может рассчитывать на солидную выплату. С 1 января следующего года семья сотрудника, погибшего на работе, получит миллион рублей. Таких несчастных случаев со смертельным исходом в этом году в губернии было 46. Более 100 человек получили травмы. Самые опасные отрасли – строительство, обрабатывающее производство, транспорт и связь. Это имеется в виду зарегистрированный травматизм с работниками, с которыми заключены трудовые отношения. А реальный травматизм намного больше, в том числе и в строительстве. Специалисты советуют работодателям и сотрудникам уже сейчас подробно изучать трудовой кодекс. В ближайшее время штрафы за нарушение трудового законодательства могут возрасти в десятки раз. Федеральный закон о специальной оценке условий труда могут принять уже в следующем году. Денис Мизгирев, Владислав Манин. События.